друзья мои привет с вами фавионыч сегодня у меня закадровое видео короткое соседи мне сказали что давно я не записывал что-то ну может быть они не смотрели тема сегодняшняя это мобильная фотография где снимать и вообще зачем она нужна в мире где есть фотоаппараты где все остальное для чего использовать телефоны в качестве фотоаппарата да и в каких условиях они применимы и где без них не обойтись ну посмотрим на примере моего flicker о котором я вам постоянно говорю что это сервис один из лучших для фотографов считаю что номер один и для развития фотографов и для продвижения своих фотографий ну а мобиль термин мобильной фотографии он появился достаточно давно некоторые считают что с появлением только айфонов я знаю что многие люди застали только молодое поколение только эти камеры на самом деле камера была встроена и в старые телефоны я вам покажу сейчас альбом который снимался в разные года на примерах мои фотографии я расскажу немножко об историях этих фотографий как они были сделаны вот эта фотография была сделана зимой я не помню в каком уже месте в каком-то салоне но снято это nokia если по спецификации можете посмотреть это снято nokia я даже не помню какой наверное скорее всего 52 или что-то подобное видите насколько это все запущено вот эту фотографию я сделал nokia на 72 можете такая помните была раскладушка сдвижная электрическая когда-то был салон и вот человек залез в старый крас большой и начал ремонтировать двигатель я проходя мимо увидел фотоаппарата у меня не было я снимал прямо телефоном nokia n72 эту фотографию как арт объект в принципе людям понравилось и до сих пор она в тренде в фликере его смотрят это я назвал даже перед выходом айфона в 2007 году это снято тоже на nokia nokia старая е-50 можете такая помните была длинная узенькая приятная штуковина снята это в 2007 году эту фотографию я делал тоже на телефон это автопортрет был очень сильный ветер очень сильный сильная зима 2009 год nokia 50 может помните такая штуковина было здесь зерно это я достаточно так хорошо подчеркнул на самом деле это автопортрет некий до температура была очень холодно ветер ну вот такие условия съемки ну и дальше я перехожу к кадрам которые я снимал и на iphone не только iphone но не не все знают что на самом деле первое устройство от apple у меня было не iphone и не ipad это был ipod на котором слушали музыку на него я тоже снимал честно говоря сейчас сложно достаточно найти эти фотографии уверяю вас они есть начну я с фотографии которые делал на ipad в риме тогда у меня был 4 ipad я купил у меня iphone еще не было и вот с этим ipad я отправился в рим это снято в ватикане в 2013 году эту фотография недавно вывесил вот она снята в 2013 году фотоаппарат достаточно сложно использовать в таких местах потому что во многих местах их просто запрещено и один и одной из причин и почему где использовать как раз вот в таких местах где запрещены фотоаппараты сейчас конечно отслеживают и съемку телефонов но при должном опыте это можно реализовать дальнейшая обработка в черно-белый вариант позволила сделать из этого некий арт я ни в коем случае не претендую какого-то эксперта просто мне фотография нравится я рассказываю о тех условиях и таких необычных местах где это я делал вот эта фотография если вы смотрите мое видео я делал айфоном тоже у нас есть такое место напротив лахты вот такой необычный ракурс с комбинацией с тонированием в сан так называемой если смотрите мое видео я об этом рассказываю до работе в монотоне это снято в этом году в июле месяце значит эту кадр я делал в городе алания летом пошел за пиццей по моему нет не записаться за пиде пошел да и вот ночь была то есть такое место интересно я проходил мимо увидел этот ресторан и решил что надо снять его ну эта фотография такая проходная на самом деле но тем не менее на iphone я смог сделать здесь было очень темно это тоже в алании снята очень темно это ночь глубокая то есть фотоаппарат мой точно бы там ничего не сделал даже со штативом он iphone я сделал и принципе шумы обработал и получилось достаточно хорошо время здесь можно посмотреть поподробнее это глубокий вечер эту фотографию я тоже делал поздно вечером санкт-петербурге семья переезжала я находился на глухарской улице у нас есть такая новостройка там еще дома до сих пор строится но вот люди оставили торшер и пока носили все это торшер стоял так необычно мне понравилось и собственно говоря я так отойдя чтобы меня не видно было в отражении этого стекла немножко доработал его но собственно говоря вот сделал такой кадр на iphone этот кадр я делал на васильевском острове есть там такой старинный универмаг я помню что ребенком не туда еще родители возили интересный ракурс у меня есть съемки и камера этой этой местности но данный момент мне было интересно что там был силуэт и я не успевал камеру достать поэтому я снял это на iphone если вы видите ну и соответственно в сентябре это снят этот кадр я сделал на крепость аланьи ночью когда уже завершался свой тур фото смотрите мои видео кстати по этому поводу называется она по моему пейзаж перед гизлеме и вот когда уже солнце зашло уже там резко все потемнело я несмотря на что у меня был штатив с собой я понимал что это место можно попробовать снять на iphone хотя на 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 фотокамеру была съемка я решил попробовать поэкспериментировать снять это на iphone вот что получилось в таком в такой классической себе еще один кадр который я сделал покажу вам значит это сделано в метро в санкт-петербурге не помню какая станция по моему из новых каких-то станций уже забыл ну вот здесь я доставил два цвета работа с каналами если кто-то смотрит мою моей мой канал принципе задавайте вопросы я напишу как это сделано тоже снято на iphone с коррекцией геометрических искажений в метро кстати достаточно сложно снимать фотоаппаратами но иногда останавливают запрещают но тем не менее там можно это делать и вот подтверждение второй кадр это сделано по моему на адмиралтейской что ли так беговая зенит приморская ну подскажите кто какая в общем на метро я стал здесь два канала здесь некий силуэт есть выступающие принципе снята значит бывают моменты когда вы не успеваете достать камеру здесь очень интересный конус света который я конечно хотел поймать помощью камера у меня была с собой как всегда но я понимал что я физически не успею сделать пока камера включится человек уйдет из этой ракурса и здесь смысл была в том что на момент съемки человек находился где-то вот в этой части входной да я понимал что я телефон очень быстро переключу и получится что вот эти лучи которые направляют со всех сторон дайте продлить вот эти геометрические линии о ракурсах я рассказываю своих видео то вы получаете точное расположение я дождался этого момента когда он зашел и сделал кадр на айфон следующий кадр это было сделано по моему в девятнадцатом году до в декабре месяце у нас снега не было зима была такая очень противная я проезжал на автомобиле около пулкова остановился там есть такой комплекс большую торговую ну и выездная дорога и там вот такой одинокий тополь я понимал что с камеры я ничего там сделать не смогу поскольку мне нужно будет выходить из машины и даже если выйди из машины я этот ракурс все равно не возьму что я сделал в этом случае я развернул iphone горизонтально и понимая что искажения будут большие я все равно сделал горизонтальный снимок и тем не менее я сделал кадр и на фотоаппарат но все-таки людям понравился больше вот это iphone версия горизонтальная которая такая немножко завалена но тем не менее она вот людям зашла следующий кадр это снято в аэропорту полкова в этом году когда была пандемия если составил один канал кроме черно-белого красный канал это вот на выходе после проверки вещей разбитое витрина разбитое стекло и вывеска что ведутся работы некий арт который вы знаете я очень люблю и файнер для меня это основной фотографии ну вот такую вот штуку я сделал с помощью айфона не привлекая особо внимание охранников дальше кадр который я сделал недавно ну как недавно этот сделано в городе седэ если вы смотрели мое видео про античный седэ там же я сделал несколько интересных арт фотографий но вот это в одном из огромных комплексов молов так называемых я увидел очень красивый потолок который еще поскольку это было днем это естественное освещение то есть свет солнца в желтом ярком цвете но я его перевел в черно-белый понятно что геометрические искажения очень сильные все это под наклоном снято было ну я это все откорректировал photoshop и соответственно получил такой арт он недавно у меня выложен буквально практически несколько дней назад 10 сентября можете смотреть за его развитием тех местах где кстати можно доставать камеру ну вот у меня с собой камера была но я проходя мимо понял что камеры я не сниму мне придется очень много всего поменять здесь справа были флаги это на улице киевской снята мне понравился необычный свет который я понимал что быстро пропадет поскольку солнце заходило в тучи в облака но я увидел этот такой блики от но мне привлекла больше всего такая виртуальная лестница из крепежа для кабеля да кабель отвалился от этого крепежа и получился такой настоящий модерн вверху . сотовой связи до сотовая вышка к ней идет провод который должен быть ровно но при этом все это получилось такой как арт изогнутая но в общем вы сами все видите некий силуэт даже человеческий поэтому вот такой арт можно сделать с помощью iphone забегая вперед скажу что здесь разрешение очень маленькая это где-то 1 4 от общего размера самого кадра если будет интереснее покажу потом вы можете зайти на мой фликер посмотрите то есть это увеличено в четыре раза где-то изображение то есть она снято с гораздо большим углом но отрезанный кусок ну коррекция в принципе коррекция шумов и дает вот такой результат вы кстати можете зайти в мой инстаграм посмотреть эти фотографии там тоже есть это я с ней снимал зимой по моему 19 или 18 год до 18 год 29 октября выпал первый снег и я снимал то в районе по моему черняховская улица насколько я помню вот этот кадр я сделал на полевой сабировской это такая интересная нас объездная дорога там много предприятий но вот удивительный свет листья еще не все облетели и у меня была с собой камера но камерам я там ничего бы не захватил потому что это очень очень близко расстояние и само дерево огромных размеров плюс вышка которая только еще построили но еще не навешано оборудованием получился некий арт такой с помощью айфона дальше кадр который я сделал недалеко от моего дома ну это просто такая была тренировка моя по золотым сечениям по расположению вот этого так называемого глаза дерево да что из этого вышло это я делал айфона следующий кадр это просто такой тоже тест на восприятие поскольку здесь макрообъект это металлическая такая сварная штука в земле и часть сварки часть капель мне скажем показалось что это напоминает некое какое-то интересное существо я это все перевел в темную сепию сделал изменил контраст изменил четкость ну и соответственно сделан некая я не в коем случае не говорю что это какой-то арт-объект но тем не менее мне показалось интересным сделать это на именно на айфон хотя камера не с собой была и можно было снять более высоком разрешении дальше этот арт который я рассказывал показывал у меня даже есть видео с обложкой этого арта это снято в комплексе в большом бизнес-центре где вот такой арт с помощью айфона до охраны там было очень много строгая пропускать тепловизор но тем не менее я аккуратненько отошел достал телефон и вот сделал такой фотографии на заднем плане если увеличить можно увидеть даже надпись газпром банка ли что там такое в общем смысл в том что арт можно сделать и на айфоне особо привлекая внимание это обычный автомат который раньше выдавал продукты и воду теперь он выдает воду и маски двуцветная кстати вариант монохром с одним каналом цвета это синий этот кадр я сделал множество раз с камерой с телефоном это снято в гулливере очень необычная точка зрения на газпромовский шпиль и вот с этой точке с разных этажей он видит выглядит по-разному в данном случае здесь получился некий глаз я делать цветном варианте но этот вариант мне интересен тем что здесь я не делал монтаж не склеивал и здесь вот эти линии если вы увидите внимательно посмотрите линии дома плитки и линии слева и справа и сверху они все направлены в эту точку вот такая такая такой ракурс можно было найти ну и внизу человек который переходит остальных людей не стал удалять как бы с картинки настоял всех но тем не менее один перешел перешекающий как бы поперек эту всю конструкцию остался это простой здесь уже здесь ничего сложного нет как бы тем не менее это тоже снята на iphone зимой да кстати вот этот кадр я сделал айпадом тоже это сделано с замка святого ангела сент-энджело в риме интересное там кафе и вот прогуливаясь между всякими этими строения вообще это место уникальное я нашел его на карте google и понял что не зная не читая о нем я понял что нам туда попасть само расположение места и конструкция меня привлекли но последующие мои исследования привели что я думаю что это номер один для посещения время самое интересное место так этот кара в сепи мы показывали уже что еще не показывал да ну вот это я недавно делал это самсоневский сад самсоневский парк здесь был огромное количество лишних объектов автобусов машин всего остального камера меня была сама контрабой свет я его сделал в таком в инфракрасном режиме на iphone чтобы отделить контуры самого дерева здесь мне не хватило угла для моей камеры если вы смотрели мой последний выпуск с павлом мартом до этого я ходил тестировал две головки от штатива и соответственно вот это дерево я хотел его снять здесь оставили тоже три канала белый черный зеленый желтый удалил поэтому у меня вот такой вот арт это получилось только благодаря iphone мои камеры угла не хватало это снято тоже в бизнес-центре сильнейший дождь я сидел в машине с правой стороны лил дождь и соответственно я просто открыл окно и снял получил такой некий арт лишнее убрал получил такую некую геометрию пересекающихся пространств с двумя цветами здесь тоже как бы инструментом поступ служил iphone да мне привлек 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 этот свет на стене противоположный войдя в него я понял что здесь можно обыграть еще и мой силуэт ну и паттерн собственно говоря самой стены но это снимал тоже iphone это в лесу тоже в этом же лахте очень интересное место красивое летом дерево из которого вылазит такие отростки да то есть ну моя камера здесь никаким углом здесь не помещалась плюс геометрия iphone а несмотря на искажение здесь наоборот подчеркивает некую такую структуру и цвета я немножко изменил так что вот в таких местах тоже iphone может послужить вам камерой это снято на подземном траволаторе метро сенная очень длинный траволатор в пандемию это было снято как раз в разгар ее летом 2 июля я оставил здесь тоже несколько цветов всего мне понравился человек который был маски напротив хотя у меня была с собой камера но тем не менее я сделал это iphone потому что в айфоне увидел геометрию и вот эти сворачивающиеся такие спирали геометрия лучей но я старался строить кадр чтобы какой-то был интерес ну в результате он вроде интересен это снять вообще на моем балконе очень сильный дождь был но такие интересные следы и мне показалось что в этом что-то есть это некий монтаж тоже здание напротив моего дома кубическая такая конструкция непонятно для чего двери но я увидел здесь некое такое вложенное пространство и сделал как бы вот такой коллаж двери которые находятся внизу в них вложил тоже такое же изображение получил некий арт здесь как бы ничего особенного нет но тем не менее работа с цветами и снимка на iphone этот арт я делал вместе где уже собственно говоря деревьев там уже почти не осталось но вот эта одинокая сосна это было летом я понял что моя камера несмотря на то что он была не дает нам представление о таком но вот я сделал такой некий арт такой же арт у меня кстати есть с вороной который на моем патреоне как заглавие это очень красивая зима на той стороне лахты сейчас этот лес вырубается но тогда это было очень красиво замечательно и я снимал камерой снимал там с ролифлексом посмотрите мое видео я думаю что вам понравится ну и собственно говоря iphone завершил весь этот цикл получилось такая съемка на iphone девятнадцатый год это один из первых кадров точнее первый кадр который у меня вошел в галерею explore и благодаря этому кадру я стал уже более понимать чем не дальше заниматься какое какое направление людям интересно и собственно горят арт который я сделал на iphone уже на iphone на острове занта по моему это был тринадцатый четырнадцатый год на камень я сбегал спасался там от шершней который снимал ходил но вот на обратном пути когда уже убегал увидел этот камень попробовал несколько ракурсов ну и тем не менее у меня что-то получилось оставил его в цвете особой там редакции я даже не делал это сделано в гулливере внутри это камера кадр тоже попал в explore девятнадцатом году профессиональный дисплей на котором показывался на данный момент это не камера показывает это какой-то фильм идет ну и паттерны мне понравились похожие я быстро высохватил телефон увидел что люди стоят еще что-то делать но в общем на следующий день это 17 сентября он зашел снял я его 15 но через два дня он уже зашел в explore это снято в биг как там большие суши короче у нас самый лучший суши в питере вот здесь просто паттерн таких обоев интересно я на iphone снял это зима первый день тоже зимы по моему девятнадцатый год последний да это ранним утром снято 6 утра по моему что такое здесь это я снимал шушара здесь даже надпись видите шушары тоже снятой с окна машины я туда подъезжал и собственно говоря ракурс строил с помощью педалью газа собственно говоря мне понравилось я снимал это потом эти камеры но тем не менее айфоном получается интереснее поскольку угол и геометрия несколько искаженные ну я это сделал в таком розовом в розовой степи и так называемый интересный кадр тоже на iphone дальше это тоже iphone это сделано в районе ленинского проспекта по моему по гагарина если ехать по моему там ну такой очень интересное дерево я даже вышел из машины обошел его с разных сторон поснимать с камерой с фотоаппарата но потом все-таки оставил то на айфоне и вот выделил сделал такую такой фон это в районе московского проспекта ближе технологическом института очень интересный двор я туда заехал и удивительные конечно здесь такие фонари с подсветкой ну здесь только айфоном такое можно было снять настроение было депрессивное очень по моему обуховский называется этот мост тоже на ходу из машины снята некая геометрия но здесь это на стоянке снята первый снег выпало и вот утром я пришел собака лежит на снегу спит я не мог не пройти мимо снял она так даже глаза посмотрела на меня и дальше сделала вид что спит некий паттерн в моем районе в приморском снят тоже на iphone формы на геометрия работа с сепи и с цианом по моему это метро метро чернышевская или петроград петроградская да интересное там место такое есть множество таких ящиков камерам все утыкано как обычно но это не помешало мне сделать кадр ну дальше это просто такие по сложенная как типа помойка ненужные ящики я могу сказать что айфоном было снять проще всего поскольку геометрия с фотоаппарата уже как бы здесь не позволяло поскольку мне не хватало пространство расстояние там проезд очень маленький метров пять всего это снято зимний мой выход если мы смотрели мое видео про японский пейзаж это вот как раз вот в этом видео я снимал некий такой люк мне он понравился я его решил тоже снять ну здесь съемка сзади мне понравился цвет поэтому здесь шансов никаких камеры не было только iphone это при открытии красная белая магазина проходил мимо и увидел такой интересный цвет что не смог его не запечатлеть получился некий арт здесь съемка вообще уникальная это съемка через дырку в заборе размером примерно один сантиметр даже меньше мне нужно было просто поймать поскольку забор очень высокий был я не знал что там строит вот это как раз как сооружение тем не менее я смог снять что-то внутри происходит ну вот в таких случаях можно сказать скрытая камера это тоже то же самое место как вы наверняка его узнали но я его сделал как бы в таким как в таком коллаже это снято в другое время это снято в январе двадцатого года то есть гораздо раньше зимой снято с третьего этажа видите здесь как бы геометрия немножко другая но коллаж такой многим понравился японский пейзаж не хватало мне моей камеры высоты и штатива и рук поэтому снята айфоном интересно очень такой интересный замерзший лед целый цикл у меня там было видео посмотрите если кому-то интересно для чего можно использовать вот в пейзажной фотографии iphone ну и этот кадр я делал когда забирал микрофон очень приятного молодого человека и выходя из лестницы увидел такую интересную крышу и окно плюс свет очень необычно рассеянный я решил что все таки несмотря на то что у меня с собой камера всегда я увидел что с айфона здесь геометрия намного интересней вот для таких целей можно использовать айфон и я сделал множество фотографий здесь конечно только маленькая часть их да и о них можно постоянно разговаривать ну вот например вот этот кадр это сделано айфоном переходе который я недавно показывал если вы про мой стрит арт смотрели внезапно там я проходил по этому переходу там наверху такие висят фонарики ну здесь лампочка видите оплавила как бы этот один из фонарей снять это камеры можно было конечно но все равно не хватало бы каких-то освещенности и геометрии плюс все это болталось на ветру я снял это на айфон и вот такой получился интересный необычный арт это тоже снято на айфон надеюсь я не слишком вас утомил смотрите мои плейлисты кому-то нравится мобилография обязательно буду продолжать этот выпуск надеюсь не было скучно с вами был Фавионович это не может быть евакея вот смотрите что уйдет греческий